Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами слушали Евангелие, в котором рассказывается о восстановлении апостола Петра в его апостольском служении. Вот позади Голгофа, позади страшные испытания, позади отчаяния учеников и радость о воскресшем Христе. И вот воскресший Господь спрашивает Петра, «Симонионин, любишь ли мя?» И говорит ему, «Паси моих овец». Ну, всё, казалось бы, понятно. Надо уточнить, точно ли апостол Пётр хранит в своём сердце любовь к Богу, хранит ли верность Ему, и поэтому вручить Ему своё стадо. Но почему-то Господь спрашивает это второй раз. И, наверное, не потому, что не расслышал в первой. И после того, как утвердительно отвечает Ему апостол Пётр, он спрашивает его, «И в третий раз, «Симонионин, любишь ли мя?» И вот это троекратное вопрошение не потому только, что, ну, вообще принято троекратно вопрошать о каком-то важном действии. Когда постригают в монахе, там тоже, например, трижды бросают ножницы на земь, а постригаемый поднимает и подаёт их, и говорит, что согласен принять монашеский облик. Ну, и когда у нас с вами происходит чин крещения, то мы тоже трижды говорим о том, что мы сочетываемся Христу, и трижды отрекаемся от сатаны и так далее, и так далее. То есть три – это действительно как бы полнота вот такого утверждения человека в его обещаниях, в его словах. Но мы видим, что Пётр опечалился после третьего вопрошания. Не потому, что ему пришлось трижды подтверждать свою готовность идти этим путём, но потому, что он вспомнил нечто другое. Он вспомнил, что когда-то точно так же трижды он отрёкся от Христа и сказал, «Я его не знаю». И, как сказал поэт, «И до самой смерти в петушином пении слышалось сквозь ночь, что аз не вен его». Вот эти слова «я не знаю сего человека», повторенные им трижды, они, конечно, всплыли вот в этот момент. И он понял, что как он трижды утверждает, что Господь его любимый Учитель, и он готов следовать за Ним, так когда-то он трижды отрёкся от Него. И вот Господь говорит ещё удивительные слова. Он говорит о том, что когда ты был молодой, ходил куда хотел, а вот когда состарился, то тебя уже поведут, припояшут, поведут, оденут туда, куда не хочешь, а куда надо, куда вот те, которые за тебя отвечают, как бы лучше знают, куда тебе идти. Но мы вспоминаем тут очень известную пословицу древнюю, которая гласит, что старики повторно дети. Вот младенца мы одеваем, обуваем и ведём куда-то. И когда он говорит, а куда мы пойдём, ну, мы в лучшем случае говорим, что пойдём там к бабушке или в поликлинику, или гулять, а иногда говорим просто куда надо, туда и пойдёшь. Вот. И вот здесь как бы есть намёк на то, что с одной стороны вот вроде он входит в какой-то определённый возраст, возраст старческий, а значит, возраст повторного детства, повторного послушания, а с другой стороны, что он опять становится ребёнком. Перед кем? Перед кем-то, кто более взрослый, чем он. А кто более взрослый, чем он? Ну, конечно же, Господь Бог. Он точно старше и он точно мудрее, чем апостол Пётр. То есть, таким образом, Господь говорит ему, что вот теперь ты не только становишься старым, ты становишься ребёнком у Господа и должен послушно следовать воле Божией. и говорит, иди за мной. Тем самым, он говорит, что вот как Сын Божий, Иисус Христос, принял крестные муки на кресте, так нечто подобное ждёт и апостола Петра, что вот этим же путём он должен будет идти, как Сын Божий, как Сын у Бога. Это он говорит не для того, чтобы его отвратить или напугать, но для того, чтобы укрепить его вот в этом служении. И мы помним с вами драматический момент кончины апостола Петра. Мы с вами помним, как ему сообщили, что на него готовится преследование и благополучно обеспечили ему побег. И вот рано утром апостол Пётр исходит из Рима Апьевой дорогой и идёт рано по пустой дороге, скрываясь от своих преследователей. И вдруг на этой самой Апьевой дороге ему встречается Христос и говорит ему, «И апостол Пётр спрашивает его, куда идёшь, Господи?» И тот говорит ему, «А я иду обратно в Рим, чтобы там распяли меня, потому что ты оставил моё стадо». И тогда апостол Пётр понимает, что он не должен избегать этой страшной участи и возвращается в Рим, где его ждёт смерть на кресте и по его просьбе его распинают не просто на кресте, а на кресте вниз головой, потому что он считает для себя недостойным в свой смертный час принять так, как принял его Господь. Вот какой верностью, вот какой силой укрепил Господь своего служителя, апостола Петра. И мы сегодня, вспоминая святых первоверховных апостолов Петра и Павла, конечно же, молимся им и о том, чтобы Господь дал бы нам столько же любви в наше сердце, ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы часть той любви, которая была у них, и хотя бы часть того мужества, той верности, которой Господь исполнил этих святых апостолов. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok